И всем привет, ребят, с вами Сорваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас первый день Хэллоуина, сегодня мы вместе с вами сделаем обзор на новый спец-режимчик, ну и заодно посмотрим, что же у нас с нашей мини-игрой, как она выглядит, ну и если вдруг мы еще выполним все ежедневные заданки, сделаем полетик и первый полноценный ход. Вот в нашей как раз таки мини-игре, сразу же скажу, что в связи с тем, что начинается у нас Хэллоуинский ивент, что на стримах, что на видеороликах будет у нас цель определенная с лайками, если у нас на видеоролике либо на стриме набирается двухсоточка контента, вот например на этом видеоролике, то мы будем приобретать вот такие вот замечательные спецпредложения по 2000 танкоинов с наличием 17 конфет. Как я сказал в вчерашнем видеоролике, у меня есть дикий интерес постараться забрать как раз таки викинга молота демоник, поэтому мы начинаем жесткую рубочку за это все дело. Я уже в принципе посчитал, сколько можно заформить конфет с контейнер, с особых миссий и с ежедневных заданочек. В сумме у меня получилось, что можно получить 210 конфет с супермиссией и с ежедневных было 200, ой, или даже больше 200. В общем, где-то около 300 было, где-то около 300, и в сумме у меня получалось, что можно заформить с супермиссией ежедневных заданок около 550 конфет за весь этот ивент. Но в моем понимании, если у нас будет примерно такая же ситуация в мини-игре, как и была у нас на предыдущем ивенте, то 550 энергии это как раз таки при лучших раскладах шанс дойти до третьего круга, чтобы забрать как раз таки вас по смоку, чтобы дойти вот именно до нее. Но это, грубо говоря, даже не третий круг, это второй круг, это третий остров. Дальше же, только если вам хорошо повезет, у вас удастся дойти до четвертого, если докидывать будете, то до пятого, ну и до шестого, да. Здесь уже очень многое зависит от вашей удачи и от того, насколько много вас раз будет откидывать назад. Но сегодня, может быть, даже видос не об этом, а как раз таки о новом спецрежиме. Сегодня у нас появился спецрежим с зомбиками, с джаггернаутом и всеми остальными танками на бонках, на викингах. Посмотрим, насколько это фармовый режим, насколько он интерес, есть ли там шанс повышенных как раз таки голдов, потому что это один из самых главных факторов нашего Хэллоуина. И если у нас в анонсе не писалось о шансе выпадения голдов дополнительным, то сейчас посмотрим на деле, насколько часто там падают голды, насколько много можно заработать кристаллов, насколько это вообще выгодно. И ваншотает ли джаггер противника, если не ваншотает, то есть ли смысл играть на джаггернауте, насколько эффективны бонки. То есть все это мы сейчас постараемся разобрать в рамках этого замечательного спецрежимчика. Но что касаемо викинга молота, то как он выглядит, это супер жестко. Мне лично безумно понравилось, понравился вид этого викинга молота. Есть у нас даже еще один дополнительный пост, где есть эти скины. Ну и вот вы видите, насколько они сочно выглядят. Ну просто бомба, просто сказочка. Я, честно говоря, я прям в шоке. Прям в шоке, реально. Мне очень сильно нравится вид вот этого замечательного викинга молота демоника. Поэтому я лично хотел бы его получить. Так, меня запикивает уже в новую каточку. Здесь у нас падает безумно большое количество как раз-таки дроповых овердрайвов. Но все эти дроповые овердрайвы работают исключительно только в пользу как раз-таки джаггернаута. Вам на викинге они не дают никакого дополнительного преимущества. Ну и по сути это режим как раз-таки реакции. Ваншот всегда залетает по противнику. И по джаггернауту я так понимаю, что тоже джаггернаут живет крайне мало. Ну и по сути это режим как раз-таки без расходки. Да, то есть здесь никакой дополнительной расходки не падает. Так, ну и смотрим как раз-таки тоже на зоны выпадения голдов. У нас здесь голды метеориты. И сразу с первого голда я вижу как раз-таки контейнер. Но голды начинают падать неплохо. Уже второй голд за маленький промежуток времени. И точка голда в виде паутины. Прикольно, прикольно. Надо смотреть откуда короче будут лететь эти замечательные метеориты. Но здесь прям жесткая рубочка на голдах происходить будет 100%. Как раз-таки с такой рубочкой возможно есть шанс выжить как раз-таки на джаггернауте. Викинг едет крайне быстро. Как будто вы едете как раз-таки на нитре дополнительный. Ну и джаггернаута здесь просто ваншотают и очень легко набревают. Но хотелось бы мне все-таки его получить. Чтобы самому посмотреть насколько он эффективен. И насколько хорошо вообще с ним может что-то получиться. Ваншота нету. И меня тоже джаггер не ваншотает. И я не смог слить с одного выстрела джаггернаута. То есть соответственно есть иногда возможность крита который 100% шотает. Но иногда ваншота не приходит. Соответственно это тоже такая знаете лотерейка. Своего рода. Но ладно. Окей. Так. Здесь залагал молодой человек. Нулевого урона я так понимаю. А есть. Блин. Плохо. Минимальный. Но он все-таки есть. Я просто думал что можно с респа так бэмсануть грязно. И забрать. Но к сожалению грязно забрать у меня не получилось. Так. Джаггернаут сводится. Отлично. Понял. Вижу что у него клан тег просто очень сильный. Сразу понятно почему он сводится. Так. Ладно. Но мы пробуем. Пробуем. Пока что пробуем. Смотрим что у нас вообще будет здесь получаться. Посмотреть конечно мне желательно еще на то сколько вообще здесь кристаллов можно заработать. Насколько это вообще фармовый режим. Если тут возможность вообще кто-то приподнять по бабосику. Если здесь по баблосику не кисло можно приподнимать. То возможно это супер интересный режимчик. Если по бабкам здесь проблемы. Ой 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 нифига я в минуту полчаса задаблить чел. Не попал. Можно было задаблить. Но голдов кстати маловато. По ощущениям как будто шансы голдов здесь не повышены. И это конечно меня не радует от слова совсем. Потому что если здесь было бы конечно же повышенная шансовочка к выпадениям. Это бы уже смотрелось бы куда куда интересней. Ну и джиггернаута я пока что еще не забрал. Надеюсь что я по ходу этого боя все таки джиггера приобрету. Но так как они сливаются. Вот как я вижу что они прям респятся конкретно эти джиггернауты. Что-то мне подсказывает что он то и не такой уж и крутой. А викинг кстати демоник это и есть. Вот на мне прямо сейчас. На всех тех танках. Я кстати изначально не заметил что это викинг демоник. Но выглядит прикольно. Выглядит реально прикольно. Еще и на ночной карте. Сочный такой аппетитный видик имеется у этого бонга викинга. Так 17 килов. Постараться было бы вообще неплохо занять здесь первое место. Но вы знаете что за голдами я особо сильно не езжу. Ну и плюс вы должны понимать что голды у нас могут быть и с интересом с конфетами. Но попробуй возьми как говорится эти конфеты. Еще и в такой мясорубке. Еще и с по ощущениям неповышенным шансом выпадения голдов. Ну ладно. Пока что мы хотели бы конечно же забрать джиггернаута. По джиггеру пока что беда. Пока что отменочка по ощущениям какая-то есть. Ой-ой-ой. Что я раскрутился очень сильно. Ну больше наверное забайтил. И бонг то сам тоже обновили. Бонг то тоже под Хэллоуин немножечко обновлен. Тоже у него вид внешний такой поинтересней стал. Стал покрасивее. Ну это конечно красивый чел придумал. Базару нет. Это я его то успеваю забрать. Этот мне тоже да? Залепит. А нет не успевает залепить. 23 килла. Сколько вообще здесь в этом режиме можно набить киллов интересно. Насколько это по фарму. А вот все эти голды нормально начали падать. Может все таки есть шанс повышен выпадения этих замечательных голдов. Так сейчас полетит еще один голдик. Попробуем под него. Ай влететь хотел я сказать. И мне просто влепливают в мою кабину кукурузную. Ну ладно. Окей. Окей. Хорошо. Хорошо. Так. По реакции. По реакции тоже все плохо у нас сегодня. Сегодня с такой реакцией можно как говорится. И что-то наделать грязное. Такой реакцией. Так. Ладно. Джаггернаут у нас сливают. Но джаггеры вообще не живут. Просто не живут. Они живут. Они знаете почему? О. Мегаголд. Джаггеры то не живут. Потому что. Потому что ваншотов не дает джаггернаут. Если бы ваншоты давал бы. Он все равно здесь бы не жил бы долго. Потому что скорость. Дали супер бешеную. Поэтому. Я бы наверное больше сказал бы. Больше бы сказал что. Но можно и спокойно и ваншотного давать. Да. С такой скоростью. С такой возможностью реализации. Викинга. С такой скоростью викинга. Джаггернауту даже при ваншотах. Было бы очень тяжело здесь жить. Плюс вы должны понимать. Что здесь количество. Противников. О конфета. О конфета. 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 Почти можно было ее забрать. Это была бы первая конфетка. Такой скоростью викинга. Тут и так жить на джаггернауте. Было бы супер сложно. Прям супер сложно. А при этом. В всем деле. Еще и. Джаггернауту здесь. В очередной раз бесполезный. Но сам джаггер. Он и так в последнее время. Стал супер слабый. Да. Танк. А. С такой. С такой вероятностью. Что ты даже не можешь ваншотнуть противника. Но он еще хуже. Да. Ты даже не можешь его разобрать. Ну. Какой понт. Да. Окей. У тебя есть большое количество дроповых овердрайвов. Но. Чтобы. Как раз таки контролить эти дроповые овердрайвы. И играть от них. Тебе нужно играть там. Где нет респов джаггера. Где нет респов противника. А где нет респов. Это. Ну. Опять зомбаки налетели. И опять его слили. Ну. И. В чем прикол. То есть. Ну. В чем прикол. То есть. Это. Значит. Что ты просто катаешься. Грубо говоря. Мясом. Бегаешь от противника на джаггернауте. Ну. И особо сильно ничего не можешь сделать. Как раз таки в прошлом году. С рестарта. Да. Это было чересчур жестко. Когда. Были одни только ваншоты. У джаггернаута. Но. На тот момент времени. То. И. Танки ехали медленно. Да. То есть. Там вообще получался супер. Зомбиковый режим. Что. И скорости не было. У викингов. И. Ну. Как бы. Ты там вообще ничего не мог сделать. Джаггернаут. А здесь. Если. У тебя будет ваншот. Да. Но при этом. У тебя такая скорость на викинге. У тебя все равно будут моменты. И будут тайминги. Когда ты сможешь забрать джаггернаута. Только если здесь сейчас будет ваншотный джаггер. То. То у него будет хотя бы какой-то шанс на жизнь. Какой-то шанс на килл. И. Какой-то шанс на дополнительную прибыль. И мы будем видеть здесь не по 30 киллов. Уже будем видеть больше киллов. Но тогда и фарма будет больше с точки зрения актуальности этого режима. Ну и интерес. Как по мне. Тоже у игроков возрастет. А. С. Таким джаггернаутом. Это больше уже как будто игра просто на бонг. Да. Тогда можно было просто убрать этот джаггернаут. И. Сказать. Что это режим не зомби. А режим как раз таки просто на бонгах. Да. Потому что ну какой смысл от этого джаггернаута. Если он не живет и не делает никакие киллы. Да. То есть. Где уникальность танка. Уникальности танка нет. В моем понимании. Да. То есть. То что ты джаггернаут. И при этом ничего не можешь сделать. Ну. Какой тебе смысл от этого джаггернаута. Вот этот молодой человек уже третий или четвертый раз забирает джаггера. Да. И сколько у него киллов. Бэк. 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 У него 20 киллов. Ну вот. Он забирает четвертый раз джаггернаута. И толку от того что он его забирает. Чтобы забрать одну тысячу кристаллов и слиться. Ну не знаю. Для меня это выглядит супер спорно. И. Я бы наверное таки на месте ореха бы. Дал бы изменение этому режиму. Как это было в прошлом году. Только если в прошлом году. Он специально изменил этот режим. С ваншотных викингов. На не шотные викинги. Чтобы не было прям лютейшего фарма. Да. То в этом году я бы как раз таки бы. Наоборот. С не ваншотных. Сделал на ваншотные викинги. И сделал бы контентовую прибыль в этом режиме. Галды и джаггернаут бы все равно. Особо сильно здесь не смог бы контролировать. Потому что я так понимаю. Что количество игроков в этом году увеличили. На этой карте. Потому что в прошлом году. Если я не ошибаюсь. То было 12 или 14 здесь танков всего. Сейчас в этом режиме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Ну здесь короче по ощущениям очень много. По ощущениям очень много. То есть здесь где-то около тридцати. Может быть даже больше. То есть если у меня вниз еще проскрулка работала. То... Ну это совсем другая игра. Ты на джаггере здесь не поживешь. И если будет ваншотный джаггер, то здесь будет даже у игроков больший интерес забрать этого джаггернаута. О, джаггер падает в минус. Есть возможность его подзабрать. Если я успею дать. А он просто делитится. Я понял. А он просто делитится. То есть по итогу я даже его не забрал. Но я и так понимаю, что от него смысла будет супермало здесь. А то как выглядят викинги. То как выглядит бонг. Прикольно. Прикольно. Очень прикольно. Атмосферно. Да, с точки зрения именно подготовки к этому ивенту арт-отдела. То работа прям реально видна. Да, здесь я могу даже респектануть за такую темочку. Хорошо потрудились. Хорошо сделали. Качественно. С картами конечно нет никаких новых. Да, хотелось бы возможно видеть что-то новое в этом плане тоже. Но даже с тем учетом, что нету новых карт. Все равно в моем личном понимании прикольно. В моем личном понимании прикольно. А даже с тем раскладом, что у нас нету новых карт. Сам вид этого викинга и бонга. Ну, мне лично придает атмосферу замечательного контентового праздничка. С возможностью как раз таки не кислого дополнительного атмосферного настроения. Даже нарастал так. Но, 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 но. Я, как и многие ребята, все-таки заинтересован в фарме. Я заинтересован в дополнительном баблосике в нашей игре. Да, и как ни крути, у нас скидки, у нас интерес с мини-игрой. Да, и хочешь не хочешь, акцент всегда, всегда делается на дополнительном фарме. И если этого фарма нет в этом спецрежиме, то ты просто идешь дальше, идешь в обычные матчмейкинговые катки, пытаешься ловить там эти голды, пытаешься там зарабатывать большее количество кристаллов, и у тебя уже, ну, атмосферность праздника, атмосферность за счет спецрежима, она будет уменьшаться. У тебя не будет сверх желания играть в спецрежиме, в котором ты не можешь жестко набемсить бабки. А насчет голдов, я, если честно, думал, что как раз таки будет падать намного меньше, потому что, ух, нифига себе, вот это я красиво получил по баблосу. Я думал, что здесь не будет повышенного шанса выполнения голдов, и голдов будет мало, а голдов, в принципе, падает неплохо. Но забирать их при таком раскладе, когда у тебя одинаковые танки на викингобонках, конечно, тоже, тоже очень и очень тяжело. Но, я думаю, что будут ребята, которые будут, конечно же, гоняться за этими конфетами и пытаться их зафармить. Как-то так, как-то так, примерно вот такое вот у меня впечатление от спецрежима. На месте ореха, как я уже сказал, я бы сейчас бы очень быстро бы задумался. К сожалению, одну заданочку я не выполнил, а это значит что? Это значит то, что сегодня мы, я думаю, что еще один, как минимум, видеоролик вместе с вами запишем с мини-игрой, с прохождением, с грязным контентиком. Поэтому поддерживайте обязательно данный видос лайком. Как я уже сказал, двухсоточка лайков. Возможно, уже на этом видосе наберется сейчас быстрая двухсоточка. И я влечу с грязным контентиком днем, с еще одним видосом, с покупочкой уже спецпака, с дополнительными конфетами за миссии, за супер, возможно, миссии какие-то сейчас уже пройду. Также, дополнительно, не забываем поддерживать видос лайком и подписываться на канал. И, если вы смотрите этот видос в премьере, либо после премьеры, в описании есть ссылочка на второй канал, если вы вдруг не знаете, я буду стараться на этом ивенте, периодически, либо больше, когда у нас выходят видосы, стримить именно там. Поэтому знайте, что, возможно, прямо сейчас идет стрим на втором канале. Переходите, поддерживайте меня тоже там. Ну и вместе проводить будем время контентить, хэллоуинить, выполнять супермиссии. Ну и все в этом деле организовывать. Ну и также не забывайте про тег-создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике, мой личный тег, это тег-темпе, устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, итоги розыгрыша которого будет уже практически через одну неделю. Поэтому у вас есть возможность отличная поучаствовать. Ну и на стримасик обязательно заглядывайте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.